Всем привет! Вот пробегал мимо Игоря Павловича, он сообщил хорошую новость. Пришлось подняться к нему на плохо работающем лифте. И вот ради вот этого. Вот. Посмотрите, какой пакетик ему пришел. Тяжелый. Такой красивый, голубенький. Курьерская служба доставила. Ну и вот надо вскрыть его. Сейчас мы вскроем и сделаем всем приятное. Так, 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 так. У нас такая замечательная коробочка. Пакетик этот. Ой, какая тяжелая. Явно не кот в мешке. Да, это не кот в мешке. Тут, наверное, котов 20 сразу упакованных. Тут кто-то помощнее, чем кот. Так, так, так. Вот. Так, какие-то бумажки тут лежат такие интересные. Документы. О, смотрите. Смотрите, какие странные бумажки тут лежат. С ленточками. Так. С ленточками. Это просто переложили бумажку. Так, так, так. Это в сторонку. Тут тоже в сторонку. О, мешочек. Мешочек. Мешочек, мешочек, мешочек. Разворачиваем. Опа. Вы уже поняли, нет? Вы уже поняли, вы уже догадались. Здесь у нас знаки Беркут. Вы уже видели наш ролик со знаком Волк. Как Бори. И здесь у нас Беркут. Так, давайте мы вот это вот все. Смотрите, их тут 300 штук. Какое количество. Вот. 143-й, 031-й, 238-й. Сразу попались. 19-й. Вот, 91-й. 205-й. Ладно. Это давайте я опущу. Тяжелый столб вдруг проломится. Достану парочку значков. И покажу вам. Если помните, то вот в самом последнем каталоге нашем по серебру он был анонсирован. Беркут. И вот он уже здесь. Вот он рядом. Сейчас давайте достанем и посмотрим на него внимательно. Вот он какой он. Видите, небесно-голубая эмаль. И он летит. Он летит. Он, наверное, даже атакует. Присмотритесь к глазкам внимательно. Какие у него глазки. Глазки у него тоже интересные. Они тоже залиты эмалью. Вот такой вот крупный. Здесь у нас 31 миллиметр. То есть он, в принципе, такая же, как по размеру, такая же, как никелевая наша монета. Вот тут еще зеркальный номер 242. Йенжелс Ксыптенге и дата 2023. И вот, смотрите, вот он живой. То есть вот тут у нас еще в проекте он был без эмали. У Волка мы, Игорь Павлович, заказал, чтобы сделали глазки блестящими. А здесь мы решили поиграть вариациями и использовать больше эмали, чем бриллиантики, чем фионитики. Мы здесь сделали эмали. Ну и вот получилось так вот, что Национальный банк пока еще, к сожалению, монету, такую замечательную, хорошую монету, Беркут. Сейчас найду где-то, они в каталоге-то у меня. Они еще пока не выставили на продажу. Вот специально вам показываю. А у нас, у Игоря Павловича и у канала Семь Тенге, Беркут уже есть. Вот, смотрите, сейчас я вот покажу, как это смотрится на груди. Вот тяжелый хороший знак крупный. Издалека будет видно, что вы состоите в обществе. Любители серии тотемы кочевников. И поклонниками этой замечательной монетной серии. Вот так он выглядит. Вот два знака у нас уже есть. Сейчас пишите в комментариях, стоит ли продолжить эту серию. Например, какими-то другими монетами. И не забывайте, что тот, кто приобрел предыдущий знак со своим счастливым номером, тот может приобрести и новиночку тоже с таким же номером. Вот, ватсап Игоря Павловича. Торопитесь. Вот сейчас я ролик запишем. Я убегу по работе дальше. А Игорь Павлович начнет сортировать эту замечательную коробочку со знаками. И вы можете очень быстро сделать себе заказик. Ну что ж, всем удачи. Не забываем, что у знака тираж всего лишь 300 экземпляров. Это второй знак серии. И, собственно говоря, от вас зависит, будет ли продолжение этой серии. Пишите в комментариях. Ждем ваших отзывов. Всем удачи. До новых встреч на канале 7 Деньги.